Аплодисменты 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 Когда ему позвонили, он уже отмечал, что ему не позвонили. И с ним стало то, что со мной, когда я съел немытые сливы, его принесло. Губернатор забыл, что в его регионе рабочий день закончится. А по московскому времени, самое время раздачи письменных указаний. И тут, и тут, слышь, тут ему лично дозвонился. Причем на выключенной мобильнике. И сделал с ним то, что я сделал со своей женой в первую брачную ночь. Он с ним поговорил. И губернатор так обостренно воспринял критику, что прямо спасили. Вот в чем был? Прибег к нам ночью зимой за 200 километров пешком. Потому что машины к нам не проедут. А, в чем юмор-то? Он накануне-то спер деньги, которые выделили на дорогу. Оттуда. Вот. И купил себе лимузин. То есть есть на чем ездить, а негде. Вот такая трагедия у человека. Короче, прибег, всех собрал. И говорит, мы должны победить алкоголизм. Потому что президент приедет и каждого обнюхает. Слышь? Давайте составим план, что надо сделать в первую очередь. Деда Коля говорит. Вы извините, но в первую очередь вы штаны наденьте, потому что отвлекает. Губернатор сказал, значит, давайте по мелочам не отвлекаться. Поначалу посмотрим программу о вреде спиртного. И включил вот это «Жить здорово» по телеку с Малышевой. Где она в костюме печени, а какой-то лысый мужик с табличкой «Водка» бьет ее молотком по голове. Губернатор говорит, ну, видите, как страдает печень от водки. Что надо делать, чтобы печень не страдала? Ну, все сказали, надо выгнать дебила с молотком. Губернатор сказал, Губернатор сказал, сами вы дебилы, Предлагайте, как нам победить пьянство. Колькина баба встала, говорит, а надо повесить на доску фотки всех пьяниц. И написать, злостные алкаши. Чтобы им стыдно стало. И тут выяснилось, что фотки пьяниц полностью совпадают с фотками вот эти, на доске почета. Решили вторую доску не ставить, а просто прибили новую табличку. Старую забыли снять, и получилось, злостные алкаши, ими гордится поселок. А губернатору на мобильник сообщение шлет, как успехи, какой процент протрезвевших, а то я гляжу через спутник, а количество населения, ползуясь на четвереньках, не сокращается. И, кстати, наденьте трусы, а то мне отсюда видно, что у вас есть гражданство Израиля. Губернатор так испугался, что аж трое трусов надел, причем поверх штанов, и четвертое на голову. А когда ходил по улице, он все время махал рукой и посылал воздушные поцелуи. А чтобы не дозвонился, он взял телефон, выкинул в реку. Слышишь, и тут из реки вылез водолаз и сказал, у вас к телефону. Губернатор трясущимися руками поднес к уху телефон и услышал что-то со связью. Мне знакомые Журавны, в общем-то, пролетая над вами, во-первых, не увидели дорогу, на которую вам дали сто миллионов, зато увидели у вас лимузин, нет ли тут связи. Теперь главное. Значит так, мы поняли, что алкоголизм у вас, в общем-то, угрожает рождаемость. Срочно вышлите видео, как вы работаете над решением демографической проблемы. Губернатор опять всех собрал и говорит, надо снять видео, как мы работаем над решением демографической проблемы. Нинка говорит, мы стесняемся, мы не можем. Дед Егор говорит, я могу. Его бабка говорит, да ладно, не трынди, ты уже лет 30 ничего не можешь. Он говорит, что правильно, ну вот так я ж, дай договорить, я могу держать камеру, меня ж ничего не отвлечет от съемки. тут Колька хитрюга говорит, а давайте скачаем из интернета фильм для взрослых и пошлем. Он же нас в лицо не знает. Ну так и сделали. Выслали видео приключения развязанных цыпочек на Санкт-Петербурге. Тут же звонок. Посмотрел ваше видео, молодцы. Старайтесь от души. С энтузиазмом все. Вижу, к делу подошли не спустя рукава. Но есть вопросы. Почему все жители поселка говорят на английском? Губернатор говорит, мистер президент, вау, у нас в поселке очень высокий уровень образования. Говорит, хорошо, а кто эти двое мужчин в кожаных стрингах? А почему они с плетками? Губернатор говорит, а как же, это пастухи, а не пастуховое стадо пастух. А почему пастухи чернокожие? Губернатор говорит, они же на солнце все время. Это загар у них такой. Говорит, допустим, а почему один пастух решает демографическую проблему не с доярками, а с другим пастухом? Это бессмысленная трата государственных средств. Губернатор говорит, виноват, перегнули палку. А президент говорит, да, но это, если это ваш поселок, почему у вас в центре Сибири в декабре пальмы и виден океан, и написано Welcome to California. Губернатор так в небо посмотрел, и в это время звезды на небе сложились в букву, я все вижу. вы уволены в связи с утратой доверия. Губернатор рухнул на колени и сказал, я все исправлю, простите, пожалуйста. И звезды образовали новое созвездие. фигу. И тогда губернатор слушай, губернатор раскаялся, продал лимузин, на все взятки купил детям мороженое, построил дорогу, поселил ковролин, и жители поселка стали ездить в центр, нашли работу, бросили пить, и увеличили рождаемость, и сам прилетел на журавля и объявил всем благодарность. Ну, конечно, честно говоря, финал сказочный, вы же поняли, сказочно. А вот то, что во многих регионах нет дорог, а губернаторы ездят на лимузинах, это правда. Если, если у вас так, не стесняйтесь, звоните. Вас услышите.